Многие из нас неравнодушны кошкам, ведь так приятно открывать дверь дома, после длинного рабочего дня наткнуться на милую мордашку, которая ожидает вас, сидя под дверью. При виде этого создания все хлопоты и проблемы уходят из поля зрения, и вы понимаете, что вы не где-нибудь, а именно дома, где вас всегда ждут. Какой породии отдать предпочтение, решайте только вы. Итак, приступаем к просмотру. Неугомонная бесинская кошка жить не может без внимания хозяина. Она будет бегать за ним во время уборки, помогать набирать текст на клавиатуре, обязательно попробует самостоятельно открыть дверь комнаты и, конечно же, уложит его вещи так, как считает нужным, и сама заберется сверху. В общем, если в вашем доме поселилась задорная обесинка, забудьте о степенном возложении на диване. Лучше запаситесь игрушкой. Считается, что она произошла дикой африканской кошке, которая когда-то обитала на территории обесинии, современной Эфиопии. В 1868 году британский капитан Барретт Леннард привез первого обесинского кота из военной экспедиции. Звали красавца Зула. Именно он стал родоначальником породы. Правда, первые обесинские кошки еще не были похожи на современных. Допускалось множество окрасов. Да, их форма тела в то время была совсем другой. Официально зарегистрировали породу только в 1904 году. А спустя три года пара серебристых обесинских красавиц отправилась в Америку. Во время войны многие породы животных чуть было не исчезли, и обесинская кошечка не стала исключением. Второе рождение в Европе она получила уже после окончания Второй мировой войны с помощью американских завозчиков. Главное украшение обесинской кошки – это ее шерсть. Короткая и блестящая, она переливается разными цветами. А все благодаря тикену. Каждый волосок на теле обесинки имеет сразу несколько оттенков. Официально призвано четыре окраса – фавн, голубой, сорель, дикий. Главное, что нужно знать про общение с обесинцами, они остро нуждаются в ласке хозяина. Если вы только что пришли домой, лучше сразу уделите своей красавице немного внимания, иначе она будет привлекать его другим способом. Почесать ее за ухом, спросить, как прошел день. Да-да, обесинки любят поговорить или просто угостить чем-нибудь вкусненьким, и ваша любимица тут же забудет все свои горести. Ухаживать за кошками обесинской породы несложно. Ее шерсть не нужно регулярно вычесывать. Достаточно раз в неделю чистить ее рукой, так она будет гораздо больше переливаться. Можно купить щетку с частыми зубьями или шелковую ткань. С помощью этих нехитрых приспособлений можно сделать шубку обесинки еще красивее. В остальном все как обычно. Сбалансированный рацион, регулярные нагрузки. Чаще играйте с кошкой и забота об ушах и когтях. Вот и все премудрости. Позаботьтесь о наличии когтеточки и места для сна, если вы не планируете укладывать ее в постель. Хотя разве ее и держишь? В жаркое время следите за наличием воды в ее мисочке и старайтесь обеспечить в квартире прохладу. История американского керла начинается с доброты. В 1981 году семья фермеров из Южной Калифорнии приютила у себя кошечку с довольно странными ушками. Грейс и Джуруга, так звали новых хозяев-счастливицы, просто пожалели уличную бродяжку и поселили ее у себя. Назвали найденыша Суламиф в честь красавицы, воспитой царем Соломоном. Вскоре кошечка отблагодарила своих спасателей, как могла, родив им четырех котят. И осталось бы этой истории неизвестно, если бы у двоих из малышей на четвертый день не начали загибаться назад ушки, точно так же, как и у их необычной мамочки. И тогда хозяева Шу, ласковая Суламиф, поняли, что имеют дело с генетической особенностью, которая может послужить основой для создания новой породы. Подросших малышей они раздали знакомым, которые согласились заняться разведением котят с забавными ушками. Отличительной чертой американских керлов считаются, безусловно, их ушки. В остальном стандарт породы довольно демократичен. Допускаются любые окрасы. Color point, таби, черепаховые однотонные, серебристые и дымчатые и т.д. При этом глаза не должны сочетаться с окрасом животного. Исключение составляет только color point, который требует голубых глаз. Корлы могут быть короткошерстными или полудлинношерстными. Причем второе более популярное. Что касается характера, то тут сказывается хорошее воспитание всех представителей породы. Американские керлы послушные и непривередливые животные, которые быстро привыкают ко всем домочадцам. Если в семье совсем маленькие дети, стоит сразу показать им, как обращаться с котенком, так как чувствительные ушки керлов могут травмироваться от грубого обращения. Американские керлы внимательно следят за хозяевами, стараясь участвовать во всех их действиях. Они проберутся за вами в ванной, обязательно устроятся рядом, пока вы будете принимать душ. Они улягутся вам на колени и будут довольно урчать, пока вы будете бродить по интересным сайтам. При этом горлы неразговорчивы. Громкому мяу они предпочитают тихое воркование в ответ на ваши слова. Такие вот интеллигентные создания. Ашера. Не так давно мир захлестнула новость. Стараниями биотехнологических компаний Lifestyle Pets в 2006 году появилась новая порода кошек. Назвали ее Ашера в честь древней богини плодородия. По словам заводчиков, кошка обладает массой достоинств. Она ласковая, игривая и преданная. При этом ее размеры впечатляют. Метр в длину при весе до 15 килограмм. Акрас-то какой шикарный. Настоящий ручной леопард, который будет с радостью мурлыкать у вас на руках. Если колени выезжат, конечно. Плюс ко всему Ашера гипоаллергенна. Хотя и обладает роскошной густой шубкой. Откуда взялась такая красавица? Компания Lifestyle Pets утверждает, что в появлении породы принимали участие африканский сервал, азиатская бенгальская кошка и простая домашняя кошка. Именно они и наделили Ашеру такими прекрасными качествами. Стоимость представителей новой породы порой доходила до 30 тысяч долларов. Да и купить их было не так уж просто. Нужно было оставить залог в 6 тысяч долларов и ждать около 10 месяцев. Ашеры продавались в 12-месячном возрасте. Мол, именно тогда и проявляются все знаменитые качества представителей новой породы. Всех Ашер в обязательном порядке стерилизовали, чтобы не допустить появления в рынке некачественных котят. Заводчики предупреждали, что потомство могло бы стать непредсказуемым по поведению. А Ашеры все-таки кошки сильные и большие, поэтому для безопасности самих же владельцев кошек кастрировали. Да и вообще, чем меньше Ашер на рынке, тем выше их стоимость. Тем не менее, желающих купить Ашеру становилось больше с каждым днем. Она широко рекламировала СМИ, где позиционировалась как одна из самых дорогих и престижных пород кошек. Еще бы, при всех достоинствах она совершенно неприхотлива ест обычную кошачью еду, разве что в большом количестве. Ашер также любит поспать и поиграть, как простой уличный барсик. И детей любит, и у возрослых души не чает, и верно, как собака, можно даже гулять со Ашерой на поводке. Но популярность имеет свою обратную сторону. Вскоре Ашер заинтересовалась лесбиологи. Первый же тест ДНК показал, что в руки исследователей попала не новая порода кошек от компании Lifestyle Pets, а всем известная саванна, гибрид сервала и домашней бенгальской кошки. К слову, фотографий Ашеры в сети было всего несколько десятков, хотя заводчики утверждали, что у них очень много этих кошек. Но почему же тогда так мало моделей для фото? Вскоре в сети появились статьи, которые полностью опровергли существование Ашеры, объявляя ее мифической породой кошек. Более того, Крис Ширк – заводчик саванн из Пенсильвании. На некоторых фотографиях узнал своих подопечных и даже вспомнил котенка, которого он когда-то продал в США, да так и не смог расследить его судьбу. Возникло множество вопросов. История Ашеры продолжается до сих пор, так как все события произошли совсем недавно. Если верить СМИ, главный фигурант этой таинственного дела находится в розыске. Тем не менее, желающие могут до сих пор купить себе красавицу Ашеру, заказав ее на официарном сайте компании Lifestyle Pets. Красавица с леопардовой шубкой, бенгальская домашняя кошка, появилась благодаря стараниям американки Джин Мил. В 1961 году она была в командировке в Бангкоке, где купила забавного котенка дикой бенгальской кошки. Чудесную маленькую кошечку Джин привезла домой и назвала Малайзией. Росла Малайзия в любви и тепле, однако все равно сохранила повадки своих диких предков. Она не сидела на руках, настороженно относилась к людям и предпочитала спать в безопасности, высоко, над землей или полом. Однако такая очужденность и любовь к уединению не помешали ей ответить на ухаживание домашнего черного кота, который тоже проживал в доме Джин. В результате крошечей любви на свет появились гибридные котенок с пятнистой шубкой. Он до того понравился Джин Мил, что она решила начать работу по выведению новой породы кошек. К сожалению, именно в этот момент у Джин случилось горе. Умер ее первый супруг. Малайзия пришлось отдать в зоопарк, в Кингин, так назвали гибридного котенка. Умерла от болезни. Продолжить свою работу Джин смогла лишь спустя 15 лет. В 1982 году у Джин улыбнулась удача. В одном из зоопарков Дели она приобрела пятнистого котенка золотисто-оранжевой шерстью. Малыш, правда, был без хвоста, который отдавили послеповатые носороги. Но это не помешало ему во взрослом возрасте ухаживать за всеми жительницами двора своей новой хозяйки. Назвали проворного кота Дели. Именно благодаря ему все современные домашние бенгарские кошки имеют потрясающие синие шерсть. Работа по созданию новой породы была трудной, но Джин Мил хорошо знала свое дело. И в 1991 году ее кошки впервые участвовали в чемпионате ТИСа. Американка исполнила свою смелую мечту. Перед зрителями оказались ласковые домашние кошечки, одетые в дикую шубку. В 2008 году с чудесными бенгарскими кошками познакомились и в России. Сегодня домашняя бенгарская кошка признана почти всем пеленологическими организациями. У нее множество поклонников в мире, ведь людям так нравится гладить маленькую ручную леопартишку. Так и хочется провести ручкой по мягкому густому меху. Сами бенгалки мускулистые, крепкие, у них мощные лапы и толстый короткий хвост. Глядя на домашних бенгарских кошек, понимают, что они не так далеко ушли от своих диких предков. Бомбейская кошка. Это антрацитово-черное создание с серко-оранжевыми глазами не имеет никакого отношения к Индии. Бомбейскую кошку создали в США в 50-х годах прошлого века. Энтузиасты из Кентукки очень хотели подержать на коленях маленькую купю и бантеры. А потом вскрестили черных американских короткошерстных кошек с бурыми представителями бурманской породы. Более 20 лет понадобилось для того, чтобы закрепить достигнутый результат. Но уже в 1976 году новая порода была признана мировой общественностью. Если вы встретились с бомбейской кошкой в темном переулке, наверняка захотели бы свернуть в сторону. Кажется, что более черного существа в природе просто не существует. Еще бы, у нее даже под душечки лап и кончик носа глубокого черного цвета. Тут и далекий от суеверия человек невольно захочет пройти по другой дорожке. К счастью, бомбейские кошки редко оказываются на улице. Обычно они нежатся дома под опекой любимых хозяев. Отдельные похвалы заслуживают глаза бомбейской кошки. У котят они голубые, с возрастом становятся серые. И, наконец, приобретают ярко-золотисто-оранжевый цвет. Не дать не взять. Огненные колодцы, широко расставленные, круглые и большие, они завораживают своим магическим сиянием. Что ни говори, а бомбейская кошка стала бы достойной спутницей любой сильной колдуньи. Характер бомбейской кошки сочетается в себе лучшие качества бурманской и американских короткошерстных кошек. Черные красавицы, послушные, игривые, ласковые и любознательные. Они обожают разные кошачьи развлечения, такие как догонялки хозяйских ног или охота за мячиком, попрыгунчиком. При этом они предпочитают общество хозяев и не любят оставаться в одиночестве. Если вы планируете завести бомбейскую кошку, учтите, что ей нужно уделять много внимания. Она будет ходить за вами к хвостикам, усаживаться на колени, при первой же возможности всячески выпрашивать вашу ласку. Поэтому бомбейцы не подходят занятым людям, которые показываются дома только поздно вечером. Они буквально чахнут без любви. Британская кошка – очаровательное, брушево создание с круглой мордашкой и кривыми золотыми глазками. Ее таки хочется утащить с собой под одеяло, как любимую игрушку в детстве. Однако далеко не каждая британка позволит сделать с собой нечто подобное. Слишком уж независимые и гордые эти кошки в душе. Тут нужен особый подход, конечно, основанный на любви. Британка уже с первого дня появления в доме должна почувствовать, что ее очень любят, но при этом не собирается потакать ее капризом. Чувствуя искреннюю любовь, хозяин и британская короткошерстная кошка быстро отдаст ему бразды правлений. Позволит себя баловать. Кстати, о последнем. Балуйте британку во всем, кроме еды. Эти кошки не умеют остановиться, они склонны к перееданию и полноте. Очевидно, сказывается прошлое их далеких предков. А предки современные представители породы жили на улице Англии с незапамятных времен. Поговаривают, что завезли их сюда французские мореплаватели, которые брали с собой в путешествие крепких кошек для охоты на мышей. Местным жителям они тоже очень понравились, только вот почестей им особых не оказывалось. Ловят грызунов, да и ладно. Серьезно заинтересовались ими только в конце позапрошлого века, когда англичане захотели создать свою собственную породу. В то время завозчики скрещивали обычных уличных английских мурок с красавцами-персами. В результате долгой работы появились на свет эти восхитительные крепкие создания с необычным мехом, которому так приятно прижаться, а уж не погладить и вовсе нельзя. А красавцов сколько? Целых 62 варианта. Поистине есть из чего выбрать. Однако самым популярным остаются однотонные цвета – голубой, лиловый, шоколадный и черный. Британские короткошерстные кошки уравновешены и спокойны. Они не будут назойливо ластиться к вам и найдут чем заняться в одиночестве. Однако при долгой разлуке обязательно заскучают, потому что по-своему любят хозяина. Правда, эта любовь довольно сдержанна. Посидеть рядом, вместе поесть и немного поиграть. Всегда пожалуйста. А вот тискать британец себя не позволит. Потерпит минутку, вздохнет и аккуратно выпутается с объятий. К слову, именно британская кошка стала прообразом знаменитого чеширского кота. Вот он приветливо улыбается и мурлычет, а через минуту его вовсе и нет. И была ли это улыбка вообще? Такие они, британки, загадочные, независимые красавицы. История бурманской кошки или бурманы начинается в 1930 году. Именно тогда признанный эргит во многих областях доктор Джузеф Томпсон доставил в западное побережье Бирмы в Сан-Франциско маленькую симпатичную кошечку Вонг Мау. Ее шерсть красиво переливалась на солнце, создавала при движении необычную игру света. Такого блеска не было ни одной другой кошки, поэтому доктор решил вывести новую породу. Джузеф Томпсон заручился поддержкой генетика Клайда Киллера и владельца питомника Вирджинии Эджерса Коба. Женихом Вонг Мау стал сиамский кот Таймау. Их подбросших котят скрещивали с представителями сиамских пород и друг с другом. В течение шести следующих лет потом сощательно отбиралась и уже в 1936 году бурманская кошка или бурма была зарегистрирована. И с тех пор она стала постоянной участницей выставок, где неизменно привлекает всех новых поклонников. Сегодня для бурманской кошки приняты два разных стандарта. Европейские бурма отличаются от своих американских родственниц более длинными струйными конечностями. У них овальные, не круглые лапки и чуть более легкие и изящное тело. Глаза европейских красавиц имеют характерную восточную форму, тогда как у американок глаза более круглые. Если вам посчастливится взять бурманскую кошку на руки, вас удивит ее вес. Хрупкая на вид, она оказывается на самом деле кирпичом в шелковом мешочке. Именно так прозвали бурм американцы. А вот шерстка у нее и правда нежная на ощупь. Она плотно прилегает к телу кошки и совсем не скрывает ее стройного грациозного тела. Что касается красок, так тут совсем немного вариантов. Шоколадный, шампань, саболиный, лиловый и голубой. Во всяком случае, кошек именно таких окрасов допускают к выставкам в Соединенных Штатах Америки. В Европе признаются еще черепаховые бурманские кошки. Лиловые и черепаховые, шоколадная черепаховая и голубые черепаховые красавицы регулярно участвуют в европейских показах. Кроме уникальной внешности, бурманская кошка обладает неповторимым характером. Она обожает быть в центре внимания хозяина и сделать все, чтобы он ее заметил. Даже если для этого придется совершать невообразимое сальто перед самым его носом. Это точно не та кошечка, которая будет гулять сама по себе. Скорее она превратится в хозяйский хвостик. Бурмы не такие разговорчивые, как сиамские кошки, но все же гены дают о себе знать. Они способны объяснить хозяину свои потребности, используя разные варианты мурлыкания, но при этом не станут громко с ним спорить. Бурманские кошки игривы, общительны и немного упрямы в свои желания понравятся окружающим. Поэтому будьте готовы к ее веселым проделкам. И главное, любите своих озордец. Египетская мау. Точное происхождение египетских мау достоверно неизвестно. Их часто называют потомками диких африканских кошек, объекта поклонения в религиозной культуре Древнего Египта. Изображение представителей этой породы кошек встречается в многочисленных фрагментах на стенной живописи, возраст которых превышает 30 столетий. Примечательно, что за это время внешность египетских мау практически не изменилась. На древнеегипетском языке мау означает кошка. Согласно данным, опубликованным известной заводчицей египетских мау Ингрид Бауа, порода впервые появилась в Европе в 1953 году, когда по просьбе российской княгини Натальи Турбетской и при содействии сирийского посла из Каира в Рим были привезены три представителя этой породы. Егина страстно увлекалась этой породой кошек, занялась ее разведением, зарегистрировав в Итальянской ассоциации любителей кошек и представив на выставке в том же году. Египетские мау обычно имеют плотное, мускулистое телосложение, но при этом достаточно стройные и элегантные. Задние ноги мау длиннее, чем передние, а уникальная складка кожи под животом, как у гепарда, обеспечивают большую гибкость и длину шага, делая их самыми быстрыми из домашних кошек. Некоторые особи могут развивать скорость до 48 км в час. Визитная карточка египетских мау – скоробей, узоры по форме, напоминающие букву М над глазками и В на линии ушей в направлении затылка. Еще одним украшением мау является так называемый макияж богини, две идущие по скулам линии, изящно подчеркивающие большие глаза, менделевидная форма. Уши достаточно крупные, иногда с кисточками, с широким основанием, слегка заостренными кончиками. Поставлены широко друг от друга. Ушные раковины полупрозрачные, с розовым оттенком. Основной внешний признак мау – их окрас. Множество пятен различной формы и размеров, беспорядочно разбросаны по всему телу. На шее выделяются темные, незамкнутые кольца. На жерелье вдоль спины – удлиненные пятнышки правильной формы, идущие до кончика с хвоста с темным пятном. Стандартом описывается их три основных окраса – серебристый, дымчатый и бронзовый. Кошки этой редкой породы очень активны и общительны, обладают мелодичным голосом, живо интересуются всем происходящим в доме. Кошечки – это удивительные существа, проживающие на нашей планете, и так тесно связаны с людьми. Из них мы уже не можем представить свое существование. Если в доме вашем есть кошка, значит любви и тепла вам не избежать. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова